Индивидуальный подход к каждому клиенту. Это не слоган рекламной кампании, а основной принцип нового федерального закона о социальном обслуживании населения. Он вступил в силу с января этого года. Подробнее в сюжете. По сравнению с законом, который действовал с 1995 года, в нынешней версии специалисты отмечают ряд нововведений. Во-первых, бесплатное обслуживание коснется даже тех нуждающихся, чей доход выше прожиточного минимума. Но не больше, чем в полтора раза. Во-вторых, для каждого нуждающегося, а их отныне называют получателями услуг, составит индивидуальный план. К примеру, обратился в Центр социальной помощи некий одинокий 60-летний Иван Иванович, у которого отнялась рука после инсульта. Обращаясь в учреждение, ему говорили, да, вы имеете право, заявление его принимали, рассматривали. И составлялся договор, показывался перечень услуг, которые существуют. Существует. Никакой комиссии не было, никакой программы не составлялась. Сегодня, если такой гражданин обращается в Центр, там существует комиссия. Что он хочет? Вот что он хочет? Может быть, он хочет, чтобы ему каждый день продукты покупали. Я условно говорю. А ему говорят, ну, у вас же ноги хорошо ходят, у вас проблемы только с рукой. Вы же сами можете. Даже вам это полезно. Зато тому же условному Иван Ивановичу помогут, к примеру, с уборкой квартиры. Иными словами, в чем он действительно нуждается по состоянию здоровья. Предполагается также, что согласно новому закону, право на получение помощи от социальных работников получит более широкий круг россиян. Это, к примеру, семьи, где есть инвалиды, которые нуждаются в постоянном уходе, дети, имеющие трудности в социальной адаптации, граждане без определенного места жительства. Еще одно новшество. Впервые законом предусмотрена возможность оказания социальных услуг негосударственными организациями. Во всех регионах сформируют реестры поставщиков и получателей социальных услуг. Так что граждане смогут сами решить, с чьей помощью воспользоваться.